всем привет с вами канал art money и сегодня мы будем с вами оживлять краски гуашевые у меня такая вот гуаша она уже старая она уже даже не пачкает почти вообще прям очень уже старая засохла я уже не рисовал ей несколько месяцев и сегодня вам покажу как ее можно оживить для этого нам понадобится кипящая горячая вода и мы заливаем туда чтобы она покрылась и сразу же закрываем крышечкой что получился парниковый эффект стараемся закрыть хорошенько этим крышкой мне удается закрыть до конца полностью наливать не нужно потому что вы когда будете закрывать крышечкой на вас будет выплескиваться вообще лучше с вы покупаете вот такую вот краску сразу перекладывать в такие вот пустые тюбики и естественно тоже сюда сейчас будем заливать если меня тоже она сухая вот этот особенно это уже была полусухая и также по чуть-чуть заливаем и оставляем все это на сутки потом я вам покажу что делать дальше вот сейчас мы сразу же это все закрываем крышечками вот это не удобно конечно закрывать потому что горячее все очень но тем не менее кому гуашь жалко выкинуть те будут закрывать можно немножечко прикрыть а потом когда немножечко остынет вы уже как следует закроете и ее просто спокойном состоянии просто оставить на сутки вот я сделаю все это одним роликом так ну вот у меня прошли сутки теперь вот я поставила водичку вот она у меня закипела и чуть-чуть убавлю вот кипит то есть обычная вода сисечкой вот она кипит у нас и мы с вами пойдем туда наших гуашевые краски сейчас я покажу вот они с водичкой то есть они настоялись промокли и теперь мы их будем кипятить берем еще для этого самую старую кастрюльку совсем и все ставим туда сколько там поместится и кипятим каждый вот так вот несколько штук минут по 10 и включаем обратно короче знаете как чем тем чем дольше тем лучше вот так вот и все кипятим сразу потом воду не сливаем даем настояться пока они сами остынут придут в себя и воду сливать только когда рисовать уже соберетесь ими водичку сольете прессуете можно посмотреть можно налить но чтобы допустим если вы знаете что следующий раз будете рисовать за через месяц например когда можно также налить водичку чтобы они не высохли вот но они должны быть мягенькие хорошие посмотрим с вами какие они будут вот сейчас мы засекаем время они у нас кипят когда они все прокипят у меня я покажу вам как они стали что с ними ничего не будет с этой пластмассой будет все хорошо я уже так делал несколько раз пробовала все хорошо не бойтесь кипятите сейчас еще большие с вами тоже прокипятим я покажу что там стало вы помните какие они были вот у меня 10 минут прошло все прокипели смотрите вот зеленая вот она вон там как выглядит сейчас я зубочисткой проткну немножко а или с пузечкой вот она довольно мягко видите уже в принципе она мягкая а сейчас мои с вами будем кипятить я еще не кипятила но сейчас положим в принципе можно просто залить но когда кипятишь именно краску гораздо лучше вот мы еще доставим прибавляем не забывайте кстати воду добавлять немножко туда потому что она выкипает сейчас там в принципе нормально и она у нас тоже кипит 10 минут потом другую потом посмотрим с вами как они какими они стали так ну вот нашу гуашь настоялась уже сейчас я возьму наверно сначала вот эту большую настраивался на меня уже несколько суток вот она в принципе какая стала просто водичка эту водичку можно слить можно оставить я наверное оставлю пока водичка убирается убирается вот так вот кисточкой вот и тут пробуем вот это она была совсем засохшая вот в принципе она так как как акварель стала сейчас попробуем другую вот красненькая тоже с водичкой я мы выливаем ну вот то что получилось вот смотрите наверное может быть немножко посвежее было но и она поскольку по размерам сама маленькая на и кипятилась как бы практически одинаково как это но она лучше стала вот он видите какой сейчас посмотрим еще одну для сравнения вот зелененькая вот прям на боках видите кстати когда рисуете если какая-то лишняя краска осталась лучше на бока ее сюда не складывать либо со складывается можно потом мастихином ее просто вниз сбросить и все сейчас посмотрим что здесь она должна быть наверно совсем засохшие тоже хорошая тоже вот она довольно кстати вот она мягенькая да все новинка мы все можно с сушить, чтобы она была какая-то похожая, и рисовать. Типа глаз получился. Вот такой у нас был мастер-класс по возобновлению гуашиных красок. Они были у меня засохшие. Вы помните, что они были очень сильно засохшие. Особенно вот эта. Она была очень сильная. Ее можно привести в чувство. Ее можно залить горячей водой снова, потому что вода уже остыла, и рисовать ее дальше можно. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.